итак ребят всем привет сегодня у нас будет увлекательное путешествие в частности у нас будет сегодня открытие нового проекта под названием гостях у камрада сейчас я иду именно камраду своему в гости и я вам покажу что можно откопать именно на копе какие интересные находки в общем все 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 будет в гостях камрада звать александр михалыч я его так называю так что думаю будет довольно таки интересно проект еще раз повторюсь будет называться в гостях у камрадов и буду я навещать своих друзей и смотреть вместе с вами что можно откопать именно на раскопках верховые сигналы пляжные находки а также шуфы так что надеюсь сразу мне поставить и пальчик вверху за трудосторания и за новый проект смотрим будет интересно итак ребят зашли мы сейчас будем стучаться в гости напрашивается молчать надеюсь меня он все-таки ждет созвонился ждет вот не обращайте внимание у него стройка ведется то есть человек с руками все делает сам ну все сейчас зайдем и посмотрим что у нас есть если дома вот меня уже встречают классно знакомьтесь это у нас александр михалыч всем всем привет так что раздеваемся заходим и будем смотреть с вами то что он нам приготовил так что заходим и так ребят зашли пока хозяин там у нас готовится к мероприятию я пока покажу его рабочее место вот у него здесь рабочее место вот такой-то не уголок и в принципе знаете как у профессионала все ух ты были и он между прочим ничего не готовился это все у него рабочая обстановка и любу дорого взглянуть смотрите какая коллекция колечки все прочее так что давайте повнимательнее сейчас михалыч приготовиться поговорим с ним и я вам покажу продемонстрирую все так что более любу дорого взглянулась и так ребят ну сначала конечно же по традиции чай пить и что на копе что на шурфе у меня заведено сначала чай кофе а потом уже все остальное все все вкусненько вот в такой вот обстановке начну я наверное беседу еще раз хочу сказать что у нас это александр михалыч вот просто народе михалыч вот и задам ему несколько вопросов хотел бы задать вот какого-то какого плана хотел бы у узнать сколько он уже копает да кстати сколько уже копаешь лет сколько лет до еще года нет копает он всего-навсего сезон то есть прошлый сезон он начал с мая месяца с мая месяца вот и представляете я вам покажу что можно откопать за сезон с мая вот находки у него в принципе зачетные занимается в основном он шурфами да да он занимается шурфами между прочим мы познакомились на одной старой деревне с ним вот тогда я как раз проводил курс обучения молодым бойцам приехали на одну деревню два парня покопать с ночевкой верховые к сожалению ничего не нашли и я вам показал еще один любопытный вид поиска это шурфирование вот показал покопать где можно рассказываем все нюансы и как раз у нас михалыч подошел познакомились вот и отныне вот совместно иногда выезжаем на копы но если кто из вас внимательный то есть михалыч иногда вы частенько видите видеосюжетах и хочу вам показать именно то что он у нас на шурфил с мая месяца а меня действительно находки уже радует собирают он коллекции монет крестиков колечки и все прочее так что ну хочу спросить какой у тебя металлоискатели какие в нем нюансы но фишер у у меня 44 фишер 44 так что как я вам говорил что как бы полупрофессиональный я принципе довольны правда катушка не деде у меня моно-моно маленький снайперка ну хватит для шурфа хватает стандартный который это тоже вроде бы ничего я так так не хожу по лесам по редко по полям руля нету и не надо пока нас еще но я с тобой согласен а так принципе все строит и отбивает на прошу а ты например на своих находках зарабатываешь чем-нибудь продаешь или чем да нет принципе еще так ты не продавал но продал одну монету просили меня как бы скажу пятнашку 40 43 эти году но она это редко дорога нет она не дорогая с браком смещение реверсы брак чекана да чекан брак ясно забрали ну а помимо находок ты занимаешься там собираешь металлолом сдаю ну попадает попадается до металлолом сдаю попадать собираю багажда так что ребята учтите при поиске монет всегда собирайте с собой металлолом можно отбить бензин тем самым да не только бензин у меня я принципе отбил и металлоискатель и бензин слышали за сезон за сезон он отбил металлоискатель так что мотайте на вуз ну а в целом планируешь такой металлоискатель прикупать новый или тебе и пока это пока достаточно на этот сезон я думаю я думаю нормально а катушку планируешь катушку планирую взять снайперку плане меня между прочим завтра мы планируем с ним ездить на шурф номер шесть ребят вы все просите меня показать номер шестой шуфа там еще в принципе есть место где пошурфить и я вот планирую вместе с ним съездить так что не знаю посмотрим завтра на погоду так что будьте внимательны номер шесть у нас все-таки состоится сейчас мы чай кофе допьем и я вам покажу все его находки которые он сделал повторюсь за пол сезона с мая месяца вот и занимается в основном только шурфами так что будет очень-очень любопытно сейчас он нам покажет шмурдяк свой и мы его оценим что за шмурдяк потому что я вот честно я обожаю швыряться в чем-то старом барахле прям обожаю шмурдяк из монет ничего оси шмурдяк смотрите целая хреновина монет ну здесь советики я вижу но некоторые монетки довольно таки любопытные ну все по порядку мы отойдем к этому вот ну а в целом самая шикарная дорогая находка на твой взгляд то есть в историческом факте или же в ценовом в историческом ну медалька за крымскую потом черный еще там есть здесь складе например медаль крымскую поднял представляете уже как говорится в начальном этапе поиска своих уже нашел человек медаль за крымскую войну это просто шикарно у меня таких пока доходок нету есть конечно у меня серебро там за храбрость николай вот хочется что-нибудь такое эдакое найти но пока не улыбается складе смотрите такой любопытный маленький достаточно вот он его почистил возможно даже он в целом виде было да у тебя или же ты его реставрировал нет все вот такие вот вещи тоже могут быть у нас зачетным носилась на груди но чуть позже я вам конечно же все покажу сейчас мы допиваем и смотрим самое интересное будет впереди и так ребят переместились мы на рабочее место михалыча михалыча и смотрите вот это все смотрите какое большое количество монет он считает что это как алики и все это он подымает именно шуфов здесь в основном советики да ладно здесь не только советики здесь все это все интересно интересно и ранее позднее но к сожалению действительно время после шуфов монеты зачастую бывают у нас убиты вот ну бывает иногда чем-то эдакое выпадает вот вот давайте вот смотрите здесь у него последние находки и вот он их в процессе чистки конечно же каждый человек любит царские монеты это у нас копеечки николаевского образца родной патине они меньше в родной патине каким методом чистки пользуешься сидящими то есть как бы тампончиком или как уж но этой платочкой палочкой на и здесь нет средствующие я и быстренько с быстрой протиркой чтобы они не пошла реакция но ты озвучил озвучь какие средства у тебя числа но одним средством то есть соли то есть такая для чистки базовых радиаторов медных а есть тебя где он у тебя есть пузырек вообще чтобы покажи пожалуйста чтобы продемонстрируется соли ту как она выглядит вот некоторые находки видите действительно выкину пустая была к сожалению бутылочку не покажу но это михалыч чистит соли ты но один нюансе конечно сначала я чищу соли ты другие монеты то есть советы и все в основном соли ты потом на отработанном растворе уже начинаю чистить медные царские слышали да сначала один вид монет чистит потом отработкой другой есть вот такое вот небольшое панно в принципе он их пристегнул гвоздиками вот это у нас сманисты это это предполагаю тоже сманисты лет монета нет это от какого-то старинного коньяка ничоси старинный смотрите год 1487 александр ничоси старинная просто древних какой-то так вот здесь вот у него классные вообще всякие пинти плюшки такие интересные на сторона серебро другая латунь так это у нас латунь нет латунь это орден материнской славы ну красивые вещицы этот бриллиант что-либо для экспертизы не чусь я нет наверно горный хрусталь смотрите какой здоровый горный хрусталь это у него старинные колечки не современные а именно старинные так здесь у нас латунь такой интересный брошь подвеску вот там было серьги старинные черную брошь запонки запонки вот этот времен елизаветы екатерины она ивановны года может быть и древнее вот это вот между прочим колечко серебряные вроде не мне кажется смотреть серебро мне кажется не как бы это на махань темнеет но может быть она это проба низкой мне я даже не разбираю древние кольцо то очень древние пилотные колечки тут тушка к эти пинти пушка это может вытащить это навеска ну что они ну предмет конструкции же может предметы написали это восьмой век восьмой век до восьмой тире десятый крестовключенная навеска так она вроде бы называется на кожаных ремнях и ремешках они были вот здесь крепление и вот это колечко все же они туда навешивали что-то подвешиваю если кто-то знает встречал такую вещицу отпишитесь может быть у нас мнение поменяется так что пишем пишем такой турнир классный прям красивый такой знаете солидно выглядит это серебро приятно медальку он висит у меня только медальку ох и ей смотрите какая а сохран смотрите огонь родная платина приятная вещица приятная ничего и у нас такой скоро будет надеюсь так что твою налево так вот смотрите здесь вот у нас еще классный ух какие пуговки гирьки офигеть смотрите чего раньше я выкинул они как как алики не знал это вот смотрите какая пуговка гирька и это же блин действительно это это для коллекции только для коллекции смотрите какая чуметь это да так следующий пуговки чем это обычная латунь до голова ну вот это прям огонь это наверное я не знаю какой-то купец зажиточный был между прочим по этим пуговкам гирькам судили состояние именно купца человека а его доходах и расположение именно в кругу людей какой он имеет вес и вот это наверное зажиточный мы бояре класс класс так что у него здесь видите смотрите есть еще значки тоже копаны так что на копе можно находить и вот такой вот приятно так орден ленина такой вот еще класс так ну люблю вот такие вещи шмурдят потому что шмурдяки можно найти столько интересного вот это много чего не чищено вот шпульки один герой от машинки швейный да если такие лучше мудрячные тоже вещи люблю в барахту швырятся потому что очень много интересного можно найти вот здесь у него еще есть несколько баночка так вот этот это у нас отчет как арбит как арбит боленную ты называемый орех так называемый но она какая-то маленькая для белогвардейской как арбит пишите ребят у меня есть но они побольше а это какой-то маленькой без усиков надписи нету есть же надпись есть внутри есть надписи есть надписи до сожалению через объектив посмотреть надпись невозможно вот я думаю михал чуть потом разберется может естественно узнает так сердечко открывается да 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 и там внутри в свое время должны быть фотографии вот как карда школьника это период с 30-х по 50-е года носили школьники у нас вузах так вот здесь вот раньше свое время было все-таки фотография но к сожалению времени сохранила древность между прочим так что у нее тут еще колечки колечки и крестики серебро крест вот так и здесь лежит серебряная царская монетка так что у него тут еще здесь вот баночку монеты медный шмурдяк шмурдяку относит эти вот для него шмурдяк ладно чё там дальше у меня там смотрите целое целое еще так здесь у нас что а это у нас были копы как-то мы выезжали на совместные он говорит что куча солдатиков накопал солдатики латунные а кстати здесь наверное отдала оловянные здесь по моему даже один мой который я тебе дарю мне да да здесь вот именно где то есть солдатик которую я откопал ну это игрушки у нас наверно где-то 70 80-е года потому что нахождение их было там где фундамент его находками периода 60 70-е года так здесь у него различного рода пули скорее всего от мосина ох почти целые часики их жаль казалка жалка так у него здесь целый сервиз это у нас латунные ложечки было серебро фи вот это да вот эта ложечка была посеребренная и здесь вот имеется надпись так надпись сфокусирует так надпись если видите разберете то ложечки именно с надписями меня тоже очень большой коллекция между прочим я вот не могу понять ни одной вещи я не поднял такого характера именно вилки неужели в то время я рука на реке тянет бил так здесь вот инициалы есть еще ух прям ништяк фамильная какая-то даже lgv3 rbr именная ложка здесь тоже имеется крема приятная приятная так что там у нас все будем вас посмотрели и здесь вот гильзы гильзы он распотрошил то есть это не боеприпасы уже да не такие были так здесь у нас монеты еще и гильзы на дар монеты и девяносто третий год соточка и коллекционер такие тоже но они попадают на копе а я вот начал их собирать супруга начали так вернусь вот к складе а есть еще церковные каким ты же говорил на недавно находил какой-то жетон церковный не жетон подвеску поповскую какую-то и я очень хотел их смотреть это тоже поднял даме это между прочим когда детей крестят вот из нее дают между прочим как горы если не ошибаюсь не это по правильному к ней салонка ведет еще стеклянная оправа или серебренная в коробочках тоже что-то тебя ничего себе блин и это представлять вот тут что я вам показывал это еще ерунда у него смотрите вот баночка вон баночка с находками вот коробочки здесь царские монеты он их отдельно который в хорошем сохранщики ну чё давайте оценим каком сохранщики они вот все не будем потрошить это у него рабочий стол и все это у него в процессе работы то есть чистки а здесь у него монеты которые уже в хорошем бодром виде ну в принципе да смотрите такой неплохой ничего нормально а это что такое убитым и что монеты сделать 1 2 копейки наверно до 1909 год 1 2 копейки пойдет нормально все пакетиком по номиналам 10 копеечки это монеты у нас есть копеечки в квадрате здесь у нас пятачки здесь двадцатки и неплохого собака смотрите бодренькие пятачки кучу включил вы вы даже не представляете за пол сезона михалыч накопал полторы две тысячи монет вот это результат уже я понимаю ребят вот это настоящий сурфолог вот кого надо брать пример вот тут я удачно зашел в гости зачет зачет все конечно я вам показывать не буду редкие монеты в принципе отсутствует дорезки но все равно дорогие имеются так ладно с этой коробочкой пока все у него вон еще сколько так что дальше ох тут по брякушки всякие а вот этот уже действительно интересно так что это у нас давайте ты будешь это интересно вскрывать чем-то я это что екатерина то есть древ древних особо у него нету монет это у нас деньга 1743 так екатерина она ивановна да ясно ну что дальше тут у нас вот это что такое так наверное николашка обычный вот это монета отдельно у него почему-то лежит 5 копеек 1938 года почему отдельно дорого стоит нет какого 38 видите принципе правильно делает так здесь у нас вижу масончики александровские как тут у нас пятак масонский что 12 до масонский пятак так здесь у нас тоже какие-то накладочки хам помню помню наш находили мы на совместном шурфе так и не определили что и такое год вот и надпись здесь у нас за мир и дружбу четвертый государственный подшипниковый завод вот это что да самара который сейчас не существует это что на хлопучка начат было что-то было да вон чё видите михалыч не просто выкапывает их ну потом еще информацию пытается найти а это крестики сам так скрепил я думаю может быть так все и было ясно так любопытный крестик смотреть какой серебряный достойных в коллекции быть такой крест интересный такой рисунок ну тоже старенький время не смотрел 46 шестая есть клемма серебро там не помню какая еще один крестик блин такие знаете прикольные так вот и чуть-чуть такой вообще если пломба какая-то такой ребят что-то такой рисунок такой что кажется что какая-то древняя древняя монета нет я закидывала на форум это не монет это нет ни жетон пломба какая-то ну да по материалу наверно какой-то свинец или что-то в этом роде голову такие встречаются на попу а это перекрещенные ключи ясно перекрести ключей но древняя вещица интересно кто собирает пломбы наверное вообще классная будет находка у них коллекции так что у нас тут монетки монетки и че такое какая-то какая-то копейка интересная через копейка не знаю цена через камеру не видно центр а это современная 2000 2005 5 5 год цент все понятно так что у нас там дальше коробочка любопытного интересного вкусная будет напоследок наверное ничего себе блин смотрите тут сколько барахла интересного значки значки советские ну давай распаковой с твоих любим смотреть вот на совместном правах последнем копе в доме мы находили вот такую зажигалку и смотрите как он зажигалочку такого уже вида преобразил внешне это у нас бензиновые зажигалки красотища так значки и значки и значки так что у нас которые не закрепились поэтому какой-то знак готова видел а вот он вот он вот он там такой же весь они это здесь вот это готово где-то 50-е годах 60-е тут в отличном сохраним так пуговки пуговки что у нас лысая пуговка пуговка орлянка учетом обе лысые да с пуговками у него конечно не очень всего три пуговки так а еще ездить вот смотрите китайская монета а ю где нашел где-то как бы ты не монеты подобие монет смысле подарки в китае 4 а я выписывал этот пин это наводил что ясно то есть это китайский наводил то есть он ее не откопал а я вот откапывал есть такие монетки так это что у нас просто обычной царьки для конина предмет иконские упряжи видите где конина там вот и на на самом деле конина так что у нас вот пуговки еще фашистская германия немецкие у них здесь разновидности много да нет ну как бы если одинаково не рисунков нет особо да не за чтобы нет так еще раз зажигалка уху у него смотрится как зажигалка таких-то четыре штуки вот еще одну вот он значок потом смотрите хорошим бодрым внешнем виде даже есть как крепить первой степени бегунок как цепочки всякие всякие разные старинные древние так еще отломал уже от того которая крестики ладанки вот крест без ушка чел этот красный такой это ты пытался почистить пытался покраснеть как ты лишь называешь их ладанки они были за домом они как бы по ограде внутри дома тут вообще древние мы тоже на одной деревне вокруг леска собрали очень много манист было такое несколько лет назад с одного участка наверное три на три поднялись только манист прям были в шоке так здесь у него кресты тоже женские кресты просто не просто народе до лепестки не находочки так здесь у него редко редко наверно какой дорогой что это 1 рубль 10 браки а современные современные браки и халыч тоже собирает по пляжам ходишь то браке он их увидите подписывает даже браки а в чем заключается браки штемпель что ли это не качество да ясно так ты у нас еще есть интересно ну как бы на этом мы еще я так думаю вам здесь вот в баночку баночки баночки копеечки какие-то да бодрый сохран который получше чем средний так тут еще одна баночка есть на это будет коллекционная а вот есть монета 10 копеек сорок второго года не туда ну может откопал монет куча ребят смотрите 15 было не нашел если все разглядывать доставать это целого дня не хватит приятный приятный вот в таком вот я люблю пошевыряться и думаю и впредь думаю будет у меня возможность походить посмотреть находки своих друзей-комрадов так что давайте еще на 3 анаги это посмотрел кого помоги вот это церковно нет ох вот иначе вот это я хотел посмотреть пишет очень редкая вещь обломали как это называется говоришь по ноги церковные помоги награждали батюшек на сильной груди да то есть она обломана была как-то по другому рисунку булы здесь вот была часть для подвески и еще три части такие декоративные были вот если честно вот ради вот этой вещи я хотел сюда прийти и посмотреть и действительно она того стоила вещь настолько шикарная отписали что очень редко и предлагали тебе за нее купить вознаграждение да нет потому что утрачены или утрачены части но достойная вещь прям классно так у меня больше всего этот пункт прям понравилось смотрите какая пуговица пуговка гирька как она только уцелела она такая знаете легкая воздушная и так ощущение если пальцами нажать она сдавится офигеть ты как-то реставрировал да у тебя что здесь папа и на днем уж когда я когда очищал мы она после для хват летела то есть он ушка припаял ну молодец честь хола восстановил вот такой вот вещь класс 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 так чем еще можешь нас удивить похвастаться не знаю чугунки это все как бы обыденно ты чугунки тоже тащишь домой много у тебя их что-то 3 или 4 на 1 или это подарил маленький я тоже планирую в этом году чугунок собрать и прикопать кладик так что думаю в дальнейшем будущем клад мы свой закопаем нашим потомкам посмотрим поживем вот все что мы сегодня стали смотрели и все что вы сейчас все это видите я вам показывал человек откопал и выкопал именно шуфов он шурфит и катушку у него снайперка за сезон с мая месяца а кто-то говорит что на шурфах нереально ничего находить реально ребят вот вам тому и подтверждение очень много чего интересного итак ребята я вот только что узнал что михалыча занимается еще вот такими вещами это у него работы в процессе идут и вот смотрите все делает он своими руками сначала рисует а потом делать ручную работу будет будет вот такой зачетный крест также у него вот тоже в процессе изготовления вот это да и вот это здесь он тоже делает пока тонкую работу силуэт сейчас работе над глазами это вещи он делает это все ручная работа если кому-то такая вещь такое искусство ручной работы нравится пишем связываемся и александр михалыч нам сделает такое приятно очень красиво особенно издалека смотрите как красиво смотрится вот любую работу первую работу вот это и мы вот 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 я конечно размах размахнулся да все равно красиво очень красиво приятно есть работа на фотографии ладно и так ребят помимо всего всю мебель он делал тоже своими руками я думал это куплено оказывается все делалось своими руками приятно это тоже все вот это ничего себе зачетно ну и в заключение еще он делает живую мебель то есть выбирает он в лесу различные красивые коряги и изготавливает еще вот такую вот чудесную живую мебель ну ладно сейчас чаек и в путь дорога и так ребят все с александра михалыч ему попрощаемся спасибо михалыч в общем побывали мы гостях у камрада надеюсь вам видеосюжет именно такой темы вам понравится оцените пальчиком к верху и думаю наш проект будет жить существовать и впредь поддерживаете согласно с моим проектом или же нет так что все идем домой пока но мальчишки 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 мальчишки